Доброе утро, дорогие телезрители! Не зря говорят, что каждое утро прекрасная возможность начать жизнь заново. Вы ведь и сами наверняка заметили, что многие проблемы, которые беспокоили перед сном с восходом солнца, уже не кажутся такими значительными. А чтобы утро было приятным, специалисты советуют готовиться к нему заранее. Например, перед сном полезно принимать теплую ванну и прощаться с ненужным мусором в голове. Помните, как день встретишь, так его и проведешь. Календарь показывает 16 марта. С вами я, Юлия Левштанова, и мы готовы добавить позитива в ваше утро. Праздники – прекрасный способ раскрасить будечную атмосферу и подарить себе и близким яркие эмоции. Поэтому вполне понятно, почему люди так любят придумывать свои личные события и разбавлять ими уже существующие. Например, месяц со дня знакомства. Чем не повод для торжества? Год с момента покупки квартиры тоже стоит отметить. Отдать ей исполнение самой заветной мечты и вовсе в пору присваивать статус выходного. Наша рубрика «День в календаре» познакомит вас с памятными датами и, возможно, даже добавит идеи для новых праздников. День полотенца Свои силы в рисовании. Пора доставать альбом. Карандаши – инструмент волшебства, который оживляет скучные изображения, вливает в них лучики ярких красок и цветов. Не отказывайтесь от возможности хотя бы на день погрузиться в беззаботное детство, ведь 16 марта – отличный повод для этого. Карандаши появились одновременно с живописью несколько тысячелетий назад. Доподлинно известно, что в Древней Греции их вполне успешно использовали, а некоторые рисунки даже сохранились до наших дней. Конечно, современные карандаши не имеют ничего общего с инструментами художников прошлого. Производители выпускают изделия десятков цветов с разными основами, толщиной стержня, структурой. В общем, сейчас созданы все возможности для рисования и развития творческих способностей. Пришла пора воспользоваться ими. Март посвящен двум знакам зодиака – рыбам и овнам. Подумать только, один общий месяц, но такие разные стихии – вода и огонь. Они полные противоположности. К примеру, рыбам свойственны мягкость и уступчивость, а овны, наоборот, склонны постоянно стоять на своем. А что готовит сегодняшний день для каждого знака зодиака – прямо сейчас в эфире «Народного утра». Овны. Гороскоп предсказывает день с положительной динамикой во всем. Обязательно реализовывайте планы, на которые раньше делали ставку. С людьми общайтесь легко и просто, без лишних претензий. Иначе случайная ссора превратится в скандал. Близнецы. День обещает случайное, но очень перспективное знакомство. Они окажут позитивное влияние на рабочие процессы и личную сферу. Если есть повод для праздника, то обязательно его организуйте, вы останетесь довольны. Раки. 16 марта разрешается использовать новые методы в работе и меняться внутренне. Все это принесет огромную пользу, причем в финансовом плане. Интересные предложения со стороны коллеги не отметайте. Оно скоро пригодится. Львы. Не исключены сделки и контракты, которые следует рассматривать внимательнее. Не следует рассчитывать на финансовую помощь. Полезно найти подработку. Своевременно читайте письма и принимайте звонки. Девы. Обратите внимание на свое поведение. Эмоции плещут через край. Одинокие люди имеют массу шансов встретить любимого человека. Смело идите на свидание, если приглашают. Вообще сегодня вечер удачливей дня. Как оказалось, медведей тоже нет-нет, да и посещают желание побывать на море. Некоторые из них и вовсе умудряются воплотить свою мечту в реальность. Взгляните, с каким интересом и удовольствием Мишка играет с песком у пенистых волн. Все бы ничего, но вот только делает он это на пляже в Евпатории. Как туда попал это милое, но все же хищное животное остается загадкой. Поэтому некоторые пользователи видео не оценили. И их можно понять. Как ни крути, но отдыхать на пляже по соседству с медведем мало кому захочется. А теперь в эфире постоянная рубрика «Другие новости». Для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ, пишет парламентская газета. В Госдуме подготовили поправку ко второму чтению закона проекта, согласно которой вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или другие спортивные секции. Это будет распространяться на установленных и подопечных. Как отметил член Комитета Нижней Палаты Парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг, инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни. Согласно законопроекту, оздоровительный налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов. Однако его размер не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. По сообщению РИА Новости, глава Думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать Крестьянский кодекс, который стал бы своего рода учебником для тех, кто живет и работает на селе. По словам парламентария, в этом кодексе можно было бы прописать все возможности и шаги, всевозможные издержки, чтобы живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно. Он уточнил, что в такой свод могла бы войти часть земельного кодекса, вопросы займов, льготного кредитования, цен и качества производимой продукции. Бесконечные поправки, то в один закон, то в другой, постановления правительства, которые могут и отменить, порой вводят человека в заблуждение до такой степени, что впору махнуть рукой и плюнуть на это все, считает собеседник агентства. АвтоВАЗ второй раз за год поднял цены, подорожание составило в среднем 10-20 тысяч рублей для базовой модификации, следует из данных обновленных прайс-листов компании. Так, самая популярная модель вурского автозавода Lada Granta, как сообщают реновцы, в стандартной комплектации в кузове седан подорожал на 11 тысяч рублей и теперь предлагается по цене от 511 тысяч. Следующая за ней по потребительским симпатиям Vesta выросла на 20 тысяч в базе и стоит от 724 тысяч рублей. Lada X-Ray подорожала на 15 тысяч и теперь стартует с отметки 695 тысяч рублей. А сейчас продолжение гороскопа для оставшихся знаков зодиака. Не пропустите! Весы. Гороскоп рекомендует спрятать юношескую удаль подальше. Этот день мало подходит для подвигов, поэтому ограничьтесь мирным общением. Расходы будут, если обойти все супермаркеты города и купить то, что не нужно. Экономия не повредит. Скорпионы. Если занимаетесь бизнесом, то это ваш день. Успех и все, что к нему прилагается, порадует. Вас ждут не только яркие встречи, но и море приятных сюрпризов. Удастся заключить выгодную сделку и найти достойных партнеров. Стрельцы. Отличный для взаимодействия с деловыми партнерами день. Вопросов будет много, но за ответом вы в карман не полезете. Тем, кто учится или посещает курсы, удастся отлично сдать экзамены. Что касается перемещений, то выбирайте короткие поездки. Козероги. Тем, кто занимается бизнесом и торговлей, день принесет головокружительный успех. Вы сразите на повал конкурентов. В любовной сфере опасайтесь завистников, спрячьте на время счастливое лицо, а на вопросы загадочно улыбнитесь. Водолей. 16 марта будет много поводов для сбора ценной информации. Преграды на пути к цели появятся в неподходящий момент, но вы исправитесь. Деловая занятость благоприятно отразится на здоровье, ведь вам придется вдохновлять своей работой окружающих. Рыбы. Вам необходимо отказаться от дорогих и крупных приобретений. Они всерьез ударят по кошельку, что сейчас катастрофа. Тем более, что безудержная страсть к шоппингу будет плохо контролироваться. Сегодня искусственный интеллект встроен во все устройства, которыми мы пользуемся каждый день. Он стал неотъемлемой частью нашей жизни. О новинках робототехники расскажет ведущий нашей постоянной рубрики «Открытие изобретения» Артем Комаров. Всем привет! В программе «Народное утро» новости высоких технологий. Крутые андроиды, новейшие роботы-доставщики и космические роботы. Все это и многое другое в новом выпуске «Открытие изобретений». С вами Артем Комаров. Погнали! Известная корейская компания представила своего нового робото-трансформера «Тайгер», который расширил семейство транспортных средств в максимальной проходимости. Новинка спроектирована без кабины для водителя. «Тайгер» предназначен для работы в качестве передвижной научно-исследовательской платформы в экстремально труднодоступных местах. Построенный на модульной платформе, автомобиль оснащен сложной ходовой частью, состоящей из ног и колес, панорамной системой контроля траектории движения и полным набором датчиков для дистанционного наблюдения. «Тайгер» также может стыковаться с беспилотными летательными аппаратами, способными подзаряжать и доставлять его в труднодоступные места. Большой грузовой отсек внутри кузова позволяет использовать «Тайгер» для доставки грузов и помощи в экстренных ситуациях. Благодаря сочетанию ног и колес «Тайгер» способен справиться с множеством экстремальных ситуаций, обладая при этом более высокой грузоподъемностью, чем стандартный наземный автомобиль. Когда ноги убраны, «Тайгер» едет точно так же, как обычный полноприводный автомобиль. Это самый эффективный режим движения, поскольку тяга передается прямо на колеса. Однако, если потребуется двигаться по участку, преодолеть который с помощью колес невозможно, «Тайгер» способен выбраться с помощью ног и прошагать путь с меньшими потерями. Agility Robotics показала своего гуманоидного робота «Диджит». Он способен передвигаться даже по сырой холмистой местности в лесу. Расширенная автономия позволит выполнить простые задачи с минимальным дополнительным программированием или без него. «Диджит» уверенно может перемещаться по лестнице и разнообразным локациям. НАСА поручило компании SpaceX запуск первых двух модулей будущей орбитальной станции Gateway. Модули отправятся к Луне на ракете Falcon Heavy не раньше мая 2024 года. Один из главных проектов НАСА на ближайшие годы — это лунная программа «Артемида». Ее ключевым элементом будет орбитальная станция. Она будет принимать пилотируемые грузовые корабли, а с нее космонавты будут отправляться на поверхность Луны. Также у станции есть другая важная цель — тестирование технологий, которые в будущем позволят высадить первых людей на Марс. Изначально НАСА собиралась применять для почти всех этапов этой программы собственную сверхтяжелую ракету. Но ее разработка идет уже почти 10 лет, и первый запуск неоднократно переносился, в том числе из-за неудачных испытаний. Последний неудачный тест прошел в январе этого года. Из-за этого НАСА отдало доставку груза на станцию частным компаниям, в том числе SpaceX. Китайский стартап начал массовое производство автомобилей для беспилотной доставки. Потенциал этого рынка огромный. Подсчитано, что только в течение десятилетия в Китае будет ежедневно осуществляться 1 миллиард доставок, а коммерциализация этой технологии может дать пример для развития автономных транспортных средств, перевозящих пассажиров. Более сотни таких беспилотных кургонов уже тестировались на дорогах в закрытых китайских городках. Такой беспилотный транспорт развивает скорость до 50 км в час. Его можно будет использовать для круглосуточной, мобильной торговли и в качестве курьерской доставки заказов из интернет-магазина. Согласитесь, что в наше пандемийное время это актуальная новость. А на сегодня у меня все. Интересных вам событий и личных открытий. С вами был Артем Комаров. Хорошего дня! Всемирная сеть давно превратилась в площадку, где любой желающий может заявить о себе, стать знаменитым, найти единомышленников и обрести свое место под солнцем. Причем совсем не важно, насколько качественно сделаны ставшие популярными снимки или видео. Главное, чтобы они трогали струнки души и заставляли улыбаться. Чем конкретно порадовала пользователи эта неделя, расскажет наша рубрика Интернет-обзор. Ответ королевы. Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл. У Агаты Муцинеется роман с известным режиссером. Тизер на третий сезон нашумевшего сериала «Содержанки» появился в аккаунтах главных актеров картины. Альвина Джанабаева ждет третьего ребенка. Канни Уэст, Пирал, все контакты с Ким Кардашьян. А Дженнифер Энистон и Рис Уизерспон на съемках второго сезона «Утреннее шоу». Интернет буквально взорвался после интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Новостная лента только и пестрила отрывками скандальных и противоречивых заявлений Маркл. Все с нетерпением ждали реакцию королевы Елизаветы и Букингемского дворца. И вот, наконец, фолловера смакуют. Для всей семьи было печально узнать, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. У нас вызывают беспокойство многие спотнятых ими вопросов, особенно расовые. И несмотря на то, что некоторые воспоминания могут отличаться, сказанное Меган и Гарри воспринято со всей серьезностью и будет рассмотрено в частном порядке. «Гарри, Меган и их сын Арчи всегда будут любимыми членами семьи», говорится в официальном заявлении дворца. На днях стало известно романе Агаты Моценицы и женатого режиссера фильма «Холоп» Клима Шипенко. Продюсер-актриса успела прокомментировать их роман, встав на защиту актрисы. Мол, такого просто не может быть. Тем не менее, фото и видео, которые появились в СМИ, говорят об обратном. Поклонники Агаты негативно отреагировали на новость, ведь совсем недавно в глазах общественности Моценицы сама выглядела жертвой. Ее муж Павел Прилучный, не успев официально развестись, начал встречаться с Мирославой Карпович. Содержанки моментально стали самым обсуждаемым сериалом России, и совсем скоро на экраны выйдет третий сезон, обещающий не меньше провокации, чем первые два. Пользователи обсуждают появившийся в сети трейлер сериала, обнаженных сцен, в котором, кажется, еще больше, чем раньше. А вы ждете продолжения? Совсем скоро в семье Валерия Меладзе Альбина Джанабаевой произойдет важное событие. Супруги станут родителями в третий раз. Об этом сообщила сама Альбина, продемонстрировав фото в своем аккаунте с прилично округлившимся животиком. Новость о прибавлении в звездном семействе стала настоящим шоком для ее поклонников. Судя по всему, появление на свет малыша уже не за горами. Напомним, сегодня Меладзе Джанабаева воспитывают двоих сыновей, 17-летнего Костю и 6-летнего Луку. Пока супруги, узаконившие отношения в 2014-м, не озвучивают пол будущего ребенка. Для артистки это первый брак, а для Валерия второй. Также у него три дочери, а текст-супруги Ирины Малухиной. 44-летний Канни Уэст решил расстаться с прошлой жизнью. Американский рэпер сменил номера своих телефонов, чтобы не общаться с супругой 40-летней Ким Кардашьян. Канни Уэст тяжело переживает разрыв со звездной супругой. Канни избавилась от украшений, которые напоминали ему о жене, а также прервал контакты с ней. Уэст изменил свои номера и сказал Ким «Вы можете связаться со мной через мою службу безопасности», сообщает Daily Star. Несмотря на сложное расставание, звездные родители стараются сделать все, чтобы их развод не повлиял на четверых общих детей, о которых они продолжают заботиться вместе. Чтобы легче пережить разрыв, Ким с головой ушла в работу. Супруги прожили в браке больше 6 лет. В последнее время они часто конфликтовали. У звездной пары не совпадали взгляды по поводу воспитания детей. Тем не менее, Кардашьяна основательно подготовилась к разводу. Прежде чем подать иск, она сформировала финансовую подушку безопасности для себя и детей. За время брака Ким и Канни нажили грандиозное совместное имущество. Теперь им предстоит его поделить. Некоторое время назад в Лос-Анджелесе стартовали съемки второго сезона сериала «Утреннее шоу», в котором главной роли исполняют Дженнифер Энистон и Рис Визерспон. В сеть попало несколько фотографий, на которых запечатлены актрисы во время съемок. Эти снимки сделали папарацци, поймавшие в кадр голливудских звезд. Дженнифер Энистон прогуливал с черным элегантным пальто по вечернему городу в компании своего напарника по съемкам Марка Дюплоса. Вторая участница сериала Рис Визерспон тоже попала в кадр. Энистон и Визерспон играют коллег в сериале «Утреннее шоу», который показывает вымышленную историю о скандалах, сопровождающих ведущих утренней программы. В первом сезоне соведущий шоу Митч Кеслер, которого играет Стив Карл, был уволен за скандал и неподобающее поведение. Судя по всему, авторов сериала вдохновили события, которые произошли в реальной жизни, когда был уволен ведущий программы «Тодей шоу» Мэтт Лауэр. Стоит отметить, что первый сезон «Утреннего шоу» оказался вполне успешным и получил много положительных отзывов зрителей. Дата выхода второго сезона пока не сообщается. Домашние животные не только источник радости, они делают нас лучше. Никто не будет спорить с тем, что братья наши меньшие прививают нам ответственность, учат быть заботливыми, внимательными, воспитывают в нас дисциплину. Наш конкурс «Мы ласковый и нежный зверь» отличный способ признаться в любви своему питомцу, как сделала это Екатерина Корукова. Она просто обожает свою красавицу-кошечку Элю, которая любит играть и много спать в непонятно смешных позах. Вы тоже можете рассказать телезрителям о вашем любимце. Присылайте фото и видео с его участием по адресу, который вы видите на экране, или же отправляйте полученный результат в группы НТМ в соцсетях ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники и Фейсбук. Не забывайте также добавлять интересные факты о ваших домашних животных, и мы с удовольствием покажем их в эфире «Народного утра». Итоги, как обычно, подводим раз в неделю. Победитель получит два билета в кинотеатр «Мадагаскар». Где сделать предложение любимой? Как поздравить подругу с днем рождения? Ну как удивить! Решение есть! Поздравляй, признавайся в любви или делай предложение на большом экране кинотеатра «Мадагаскар». Полная информация на сайте «Мадагаскаркино.ру» «Сити Парк» Доброе утро приносит добрые мысли и позитивный настрой на целый день. Так что настраивайтесь исключительно на лучшее, улыбайтесь и верьте, что все у вас получится. Увидимся завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова